Всем привет! В эфире канал ОТС Мировые Новости, студия Дмитрий Белькевич. И через несколько секунд я расскажу вам много интересного о событиях, людях и курьезах, произошедших в России и других странах мира. Вот что мы подготовили для вас сегодня. Здесь, в центре города Бнейбрака, террорист с оружием в руках пришел и убил двух граждан Израиля. Он продолжил и убил еще одного человека на другой улице. Затем он прошел на другую улицу и убил еще одного. Он мог бы продолжать свою расправу, но полицейский, который его увидел, застрелил его и остановил эти убийства. Волна насилия захлестнула Израиль. Третий с начала недели теракт произошел в стране обетованной. Есть жертвы. Кто взял на себя ответственность за произошедшее? У нас есть и другие типы виз. Если купить жилье за 1 миллион 400 тысяч долларов, то можно получить вид на жительство на 5 лет с возможностью продления. Чтоб я так жил. Россияне скупают недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах и в Турции. Сколько стоит счастье? Британка в одиночку переплыла Атлантический океан на весельной лодке. Как ей это удалось и бросит ли кто-то новый вызов ее рекорду? Как бы ни хотелось, но пройти мимо резонансных ЧП редакции не удается. Именно поэтому и существует рубрика «Жесть». В ней сегодня расскажу об очередном теракте в Израиле и подрыве поезда в Нигерии. Третий теракт с начала недели произошел в Израиле. То неизвестность ножом нападает на людей, то открывает стрельбу из автоматического оружия. На этот раз снова автомат и снова жертвы. Настоящая волна насилия охватила землю обетованную. Подробности в следующем материале. Очередной теракт в Израиле. В пригороде Тель-Авива араб открыл огонь по прохожим. Погибло не менее пяти человек. В итоге нападавшего застрелил полицейский. Это уже третье за неделю смертоносное нападение в стране с арабским следом. Я была внизу во дворе с моими двумя детьми. Мы вернулись домой, легли спать, послышались взрывы, дом дрожал. Я подумала, что это остатки фейерверков после празднования Пурима, но взрывы продолжались. Я выглянула в окно и увидела террориста прямо напротив здания с винтовкой М-16. В ту же секунду я стянула своих детей на пол. Стрельба не прекращалась. Как предполагается, нападавший был палестинцем из деревни недалеко от города Джанин на западном берегу реки Эрдан. Он убил четверых мирных жителей, среди которых двое граждан Украины, а также офицера полиции, прибывшего на место происшествия. Только после этого его застрелили. «Здесь, в центре города Бнейбрака, террорист с оружием в руках пришёл и убил двух граждан Израиля. Он продолжил и убил ещё одного человека на другой улице. Затем он прошёл на другую улицу и убил ещё одного. Он мог бы продолжать свою расправу, но полицейский, который его увидел, застрелил его и остановил эти убийства». Ответственность за нападение не взяла ни одна группировка. Палестинский президент Махмуд Аббас осудил убийство мирных жителей и предостерёг от ответных нападений. В частности, со стороны жителей еврейских поселений. Выступил с обращением и премьер-министр Израиля. «Перед нами непростые времена. Мы страдаем от терроризма с самого начала сионизма. Они не сломили нас тогда и не сломят сегодня». Это уже третье за несколько дней нападение в стране. В общей сложности их жертвами стало 11 человек. До этого мужчина напал с ножом на мирных граждан в Беершеве. Спустя несколько дней в Хадере двое открыли огонь по полицейским. В Нигерии официальные власти также расследуют нападение на пассажирский поезд. Боевики подорвали состав, а затем открыли по нему огонь. Некоторых пассажиров похитили ради выкупа. Данных о погибших и раненых не сообщают, но наверняка без жертв не обошлось. И всё это после нападения вооружённых группировок на местный аэропорт. Непонятно, то ли это такой вид заработка, то ли выражение политических глядов. Не менее семи человек погибли, и неизвестное число людей было похищено в ходе вооружённого нападения на пассажирский поезд в Нигерии. Атака произошла в 25 километрах от Кадуны. Поезд следовал из Абуджи. На его борту было около тысячи пассажиров. Сначала прогремел взрыв. Пока неизвестно, была ли бомба подложена в вагон или взорвалась на путях. Когда поезд встал, вооружённые люди начали его обстреливать. Некоторые пассажиры успели вызвать помощь. По данным властей, большинство людей удалось спасти. Некоторые получили ранения. Их доставили в больницу. Однако официальных данных о погибших не сообщается. «Мы звонили в разные инстанции. Я узнал только то, что некоторых людей похитили, а некоторые были застрелены». Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение. «Это подлый поступок. И я обещаю, что тот, кто стоит за этим, не останется безнаказанным. Сейчас этих людей ищут». Автомобильная дорога между Абуджи и Кадуной считается очень опасной. Часто на машины нападают боевики. Они либо убивают людей, либо похищают и требуют выкупа. Поэтому многие нигерийцы предпочитают ездить на поезде. Нападение на железной дороге произошло через два дня после атаки на аэропорт Кадуна. 200 вооруженных злоумышленников ворвались на его территорию и открыли огонь. Погиб сотрудник сил безопасности. Власти были вынуждены призвать на помощь военных. «С небес на землю» в прямом смысле слова вернулся экипаж МКС. Трое мужчин на пилотируемом, спускаемом космическом аппарате «Союз» приземлились на территории Казахстана, примерно в 147 километрах юго-восточнее Джесказгана. В капсуле находились космонавты Атон Шкаверов, Петр Дубров, наши земляки, а также астронавт НАСА Марк Ван Де Хай. Сели нормально, со здоровьем все ок. К слову, космонавт Дубров установил новый рекорд по продолжительности пребывания в космосе среди россиян. К другим новостям. Антироссийские санкции, обернувшиеся против самих же европейцев, экономическим кризисом сыграли на руку тем, кто об этом эмбарго и не думал вовсе. В итоге россияне переориентировали свой интерес как туристический, так и экономический в сторону, скажем, Эмиратов и Турции, где настоящий бум на рынке недвижимости. Почем там жилье для народа? А сейчас расскажем. В 10 раз вырос интерес россиян к покупке недвижимости в Объединённых Арабских Эмиратах. В одной дубайской компании уже наняли трёх русскоговорящих агентов. Спрос на жильё начал увеличиваться ещё в первых числах февраля. А вместе с введением санкций Запада против России, желающих купить дома и квартиры, стало ещё больше. «Россияне привыкли к Дубаю. Их приезжало всё больше. А сейчас стало намного больше россиян, интересующихся нашим рынком, чем 2-3 месяца назад». Между Турцией, ОАЭ и Россией по-прежнему есть авиасообщение. Кроме того, россияне могут переводить деньги на счета в этих странах, а также дистанционно заключать сделки по покупке недвижимости. В ОАЭ, если приобрести квартиру за 205 тысяч долларов, то можно получить вид на жительство на три года. Потом его можно продлить. «У нас есть и другие типы виз. Если купить жильё за 1 миллион 400 тысяч долларов, то можно получить вид на жительство на пять лет с возможностью продления». В Турции россияне скупают недвижимость уже много лет, но в последние недели спрос там также резко вырос. Ещё в феврале россияне купили более 500 домов, что вдвое больше, чем в прошлом году. В Турции иностранцы также могут получить вид на жительство на три года с возможностью продления. Для этого нужно купить жильё минимум за 250 тысяч долларов и не продавать его в течение трёх лет. Россияне также покупают недвижимость в Грузии, Армении и Таиланде. Италия в этом году отхватила свою долю непогоды и климатических припадков. То Венеция уходит под воду, то канал умеряет. А сейчас ещё и некогда одно из самых красивых мест в горных районах страны, озеро в Пьемонте, пересохло. И стало напоминать отработанный карьер. Стоит ли ожидать от погоды чего-то хорошего? Или все умрём? Давайте выясним вместе. На лунный пейзаж стало похожим это некогда живописное место в Пьемонте на северо-западе Италии. Почти сто лет здесь было искусственное озеро. Однако в прошлом году оно пересохло. Обычно в это время года на земле ещё лежит полметра или метр снега. Так что причина в том, что этой зимой у нас было мало снегопадов. В 1929 году рядом с городом Черезоле-Реале построили гидроэлектростанцию. Для работы она использовала воду из искусственного озера. В нём накапливалось до 35 миллионов кубометров воды. Озеро – также важный ресурс для орошения сельскохозяйственных культур. Теперь фермеры могут остаться без воды. Как будет работать гидроэлектростанция, пока тоже непонятно. «Если погода и дальше будет засушливой и не пойдут дожди, то возникнет большая проблема». Искусственное озеро считается туристической достопримечательностью национального парка Гран-Парадиза в западных Альпах. Оно пересохло впервые за всё время своего существования. По данным экологической организации Легамбиенте, температура в Альпах повышается в два раза быстрее, чем в среднем по миру. К тому же последние 10 лет снега на планете неуклонно становится меньше. Брюс не всемогущий. На самом деле печальная новость прилетела из штатов. Дэвид Эдисон, Джон Маклэйн, Шакал и он же Брюс Уиллис, кумир миллиардов людей на планете, завершают актерскую карьеру. Причина в заболевании. У 67-летнего Брюса Уиллиса диагностировали афазию. Она вызывает расстройство речи. А также актер вскоре столкнется с проблемами с пониманием речи, чтением и письмом. Уиллис снялся почти в 150 фильмах и сериалах. Самые знаменитые. Детективное агентство «Лунный свет», «Крепкий орешек», «Криминальное чтиво», «12 обезьян», «Пятый элемент», «Шестое чувство» и «Королевство полной луны», а также «Гудзонский ястреб» и многие другие. С уходом вылез из актерской карьеры. Можно смело говорить о конце целой эпохи. И напоследок новость из околоспортивной тематики. Ее можно было бы обозначить спецрубрикой «Девушка с веслом». Иначе и не назовешь 35-летнюю британку Викторию Эванс, которая побила в мировой рекорд переплыл Атлантический океан за 40 дней и 19 часов. И все это на весельной лодке. Стартовала она 11 февраля на Канарских островах, а финишировала на Барбадосе 24 марта. В общей сложности Эванс проплыла 2559 морских миль. Она гребла по 12-14 часов в день и видела на своем пути и мощные волны, и даже заболела опоясывающим лишаем. Примечательно, что ради того, чтобы поставить рекорд, девушка уволилась с работы. На этом у меня все. Смотрите мировые новости в эфире канала ОТС и читайте в нашем телеграм-канале. Явки и пароли на ваших экранах. Ну а я, Дмитрий Белькевич, прощаюсь с вами. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!